Здравствуйте, это служба безопасности банка. У вас задолженность, вы должны срочно ее погасить. Для этого подойдите к ближайшему терминалу. Такой звонок поступил нашей телезрительнице с незнакомого номера. О том, чем закончилась история Ольга Пырочкина. К нам в редакцию обратилась жительница Чебоксар Виктория. Она рассказала, на ее телефон с незнакомого номера поступил звонок. Якобы от службы безопасности одного крупного банка. Виктория записала весь разговор на камеру мобильного телефона. И вот его фрагменты. Ситуация. На давно забытой карте якобы образовалась серьезная задолженность. Погасить ее женщине предлагают немедленно. На данный момент вам прямо сейчас необходимо собираться, выдвигаться к ближайшему. То есть, АТМ-устройству, для того, чтобы оплатить задолженность, обязательно с собой берите вашу банковскую карту. То есть, и ваш паспорт. Я сейчас побегу, подождите, а мне что нужно будет? Мне нужно будет вставить карту и просто пополнить ее, да? Нет, нет. А как? Смотрите, вы оплату производите не на вашу данную банковскую карту, на вашу виртуальную банковскую карту, которая уже была подобрана системой. Виртуальная или цифровая банковская карта – это не только удобное для покупок в интернете новшество, но и новый способ вывода денег для мошенников. Она представляет из себя набор цифр и не имеет физического носителя. Ее проще обычной оформить на подставное лицо, а значит замести следы. Виктория сообщает, на нее якобы оформили виртуальную карту. Отпишите номер вашей банковской виртуальной карты, так же Виктория Викторовна. А где мне ее взять? Сколько? А я сейчас вам ее назову. Диктуйте. 47. 47. Вводите 10 тысяч рублей в терминал. Да, я ввела. Конечно, к нашей героине электронная карта никакого отношения не имеет. Ее не могут оформить, пока вы сами не подадите в банк заявку. И если бы Виктория выполнила все указания, деньги ушли бы мошенникам. Наша телезрительница прислала нам этот материал, чтобы другие зрители увидели реальный случай попытки мошенничества и были внимательными. Регулярно предупреждают жителей и правоохранительные органы. МВД совместно с прокуратурой раздают информационные листовки и проводят правовые часы. Однако злоумышленники изобретают все новые способы, как выманить ваши честно заработанные. Из последнего. С клиентами банка связываются якобы судебные приставы, от которых, конечно, подвоха никто не ждет. Они просят проверить ваши какие-либо имеющиеся якобы задолженности. Вам присылают по СМС с сообщением ссылки на какие-либо сайты подозрительные. Вы, если не догадываетесь об этом, переходите на сайт. Соответственно, у вас автоматы могут быть находи денежные службы. Сфера, где защититься от мошенников, крайне сложно. Интернет покупки. В качестве одного из последних примеров можно привести уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которые размещали на сайте фиктивное объявление о продаже бывших в употреблении запасных частей к автомобилям. И, значит, таким образом похищали денежные средства граждан. Конкретно в таких случаях специалисты советуют попросить продавца написать на листке бумаги, к примеру, ваше имя и сфотографировать рядом с товаром. Однако фиктивное объявление – один из сотней вариантов мошенничества. Единого рецепта защиты нет. Минимизировать риски помогут следующие правила. Не сообщать никому свои персональные данные, не скачивать сомнительные программы, не проходить по подозрительным ссылкам и читать отзывы пользователей, которые уже столкнулись с какими-либо проблемами. Ольга Бырочкина, Бахтияр Велиев, Валерий Резюков. Республика.